Всем привет, с вами Музей Роботов Трансформеров и сегодня у нас на обзоре модель Динобота или Рыцарь Иакона, которого зовут Скорн. Данная модель выполнена в Voyager квасе в 2017 году в серии трансформеров в Last Knight, последний рыцарь. Сам персонаж в таком формате появлялся в Age of Instinction, но его воссоздали в новом формате к 2017 году. Первое его появление было в Deluxe классе, а это уже Voyager, он более, он больше, он сложнее, он детализированный и к тому же он трансформируется в динозавра и я полагаю, что все те кто фанатеют от динозавров будут этому трансформеру очень рады. Хорошо, что же касаемо подвижности, голова у него вращается в принципе на все 360 градусов, левая рука выполнена в виде хвоста хвоста и она имеет тоже степень подвижности, то есть повороты, развороты, то есть очень много элементов соединения. Правая рука выполнена в виде руки, она может вращаться, подниматься, поворачиваться и вот так вот хвататься, здесь есть кисть, которая тоже немножко вращается, достаточно подвижно. Ногу в пигат можно очень хорошо поднять, практически как у танцора балета. Назад чуть хуже, здесь мешают элементы трансформации, колено тоже условно работает, нога, ступня вперед, назад, вправо, влево. Можно сказать, что для достаточно интересной модели трансформера, вы это увидите в процессе трансформации, у нее достаточно высокая степень подвижности, то есть это не просто модель головоломка, но еще и достаточно подвижная модель экшн-фигурки. Ну и он достаточно сопоставим со своим прообразом персонажа из фильма. Также в режиме Динобота очень неплохо. Давайте начнем трансформацию, она у него достаточно интересная. Приступим, начнем с этих элементов, здесь надо учитывать, есть специальный элемент, ее надо вот так вот повернуть, вот, и здесь также поворачиваем, вот, видите, вниз опустить. Это важно для процесса трансформации в последующем. Следующий элемент нам надо разъединить ноги в разные стороны, затем выровнять средний гребень и вот здесь отодвинуть тоже в стороны. Открываем его рюкзак, выводим голову динозавра, прячем голову динобота внутрь и поворачиваем, как это сказать, на грудную броню. Вот так мы сюда. Что нам, что нам это дает? Мы соединяем эту часть вместе, заводим эту часть сюда и ее фиксируем. Это стороны и поворачиваем вот так, стыкуем, состыковали, все хорошо. Далее бедра, ноги сюда и сюда. Следующий элемент, заводим эти гребни сверху и отодвигаем их вот так, в сторону. Спинозавр необычный. Эта часть идет сюда. Эту мы открываем, поворачиваем и создаем пяточку. Выводим вот так. С этой стороны также. Открываем. Сюда. Неудобно. Так. Вот эту руку делаем. По телу. Здесь есть порт, куда ее можно присоединить. И вот, в принципе, наш динозавр готов. Прошу обратить внимание на его детализацию. Это, скажем так, производная от эффекта трансформации, то есть он не один в один, как динозавр живой, бывший в планете Земля, а именно такой трансфо-динозавр. Да, у него есть рот. Он может поворачивать голову в разные стороны. Поворачивать ее вот так. Так. То есть невероятная степень свободы. Может даже опускать вниз. То же самое и касается хвоста. То есть он как у скорпиона. В стороны в сторону вряд ли. Ну, только если так вот. Ноги поднимать, опускать в стороны. Он может стоять. Передние конечности. Вот такой вот скорм. Очень интересная модель трансформера. То есть все, что важно в этой модели, это именно процесс трансформации. И то, насколько красиво отображается итоговый результат. То есть насколько вам нравится отображение этого динозавра. Насколько вам интересны процессы, сложность трансформации. Насколько конечный образ в виде человекоподобного существа похож на имеющиеся прообразы. Или просто, как интересно, он спроектирован. Или его дизайн, его образ. Даже если, например, нет похожей. Похожие модели в истории тех или иных брендов. Так, вот сюда. В принципе, здесь нет ничего такого прямо сверхъестественного. Но то, как это все реализовано, достаточно интересно. То есть это проработка каждой детали. Взаимодействие между деталями. Все-таки процесс трансформации это вещь такая. Сложная, интересная, занимательная. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА так и самое непростое надо повернуть эти элементы и при этом чтобы не попали на камеру все ровно и рука может встать на место теперь с этой стороны все ровно до до щелчка и рука тоже самое может встать на место поворачиваем выводим к верху все трансформер скорн готов прошу любить и жаловать знать о том что он существует существовал его придумали его выпустили и он стал частью истории модели из трансформации на этом завершаем обзор подписывайтесь к нам на канал и ставьте лайки это очень важно для нашего канала и продвижение его и приезжать в музей всем до скорых встреч